Друзья, всем привет! Меня зовут Антон Суздалев и я вас приветствую на канале ProSport, где мы говорим про бег, гонки с препятствиями и лыжные гонки. На дворе наконец-таки наступила зима, скоро нас ожидает соревновательный лыжный сезон, к которому мы готовились целый год. Если вы это не делали, то выключайте выпуск и идите отдыхать. Шучу. Идите лучше посмотрите предыдущие выпуски, там очень много полезной информации про тренировки. Потяните свои знания, идите тренируйтесь. А сегодня мы поговорим про подготовку и выбор лыж. Выпуск про подготовку лыж уже был, можете его посмотреть чуть ранее. А сегодня мы поговорим про выбор лыж на соревнования. Кто бегал в соревнованиях на лыжах, должен понимать, что от правильно выбранной ПАБРы и правильной подготовки у нас зависит, наверное, процентов 70, а то и 80 результата. Потому что бывают такие случаи, когда здоровья очень много, хорошая готовность, но лыжи не едут и здесь ничего не поделать. Вы вряд ли покажете хороший результат. Но бывает наоборот, что состояние такое средненькое, лыжи прут очень хорошо и здесь можно показать достойный результат. Конечно, идеально, когда все эти два сегмента складываются, состояние и подготовка лыж, тогда вы покажете отличный результат. Я вас сейчас не призываю, рассчитываю только на идеальное скольжение. Тренироваться нужно, это нужно делать обязательно, регулярно, поскольку это все равно базовая основа успешного результата. Сегодня мы с вами поговорим про выбор лыж и разберем, сколько необходимо иметь лыж для успешного выступления в соревнованиях по лыжным гонкам. Итак, погнали! Те люди, у кого в арсенале всего одна пара лыж, вы счастливчик, поэтому подготовьте лыжи на соревнования, как их готовить можете посмотреть в предыдущем выпуске, и ложитесь спокойно спать, не заморачивая себе голову. Те же, у кого оказалось несколько пар лыж, у вас проблем гораздо больше. Вам придется выбирать и ломать голову, какую пару выбрать на соревнованиях. Для начала давайте определимся, сколько нам необходимо иметь лыж в арсенале. В идеале их должно быть несколько пар. Минимум, это должно быть две пары. Одна пара – это асфальтовая, так сказать, тренировочная пара, для которой будет не жалко использовать в любые погодные условия, когда мало снега. И гоночная пара, на которой мы будем только соревноваться, потому что тренироваться на гоночных лыжах, особенно если у вас одна пара, я не рекомендую, потому что на лыже есть структура, есть поверхность, которую нужно беречь, а именно беречь структуру. Это такой рисуночек, но об этом мы чуть-чуть поговорим позднее. Давайте разберем, сколько все-таки нужно иметь в идеале пар лыж. В идеале нам иметь каждую пару лыж на определенный температурный диапазон. Всего у нас их три. Это холод, минус 8, минус 10 и холоднее. Средний диапазон от нуля до минус 8, минус 10 и тепло. Это ноль и теплее. И в каждом температурном диапазоне у нас есть определенные снежные условия. Снегу бывает разнообразный, влажный, перемороженный, мокрый, тронутый от тепли или нет, замерзший, после дождя, то есть сыпучий, перистый, какой-то нежный. То есть на каждый температурный диапазон еще бывает разновидности снега. И здесь вот на каждую разновидность снега в идеале иметь свою структуру. Но это в идеале. Конечно, можно найти определенную структуру, которая будет работать в вашем температурном диапазоне и ее накатать. Это я сказал для того, чтобы вы поняли, что в каждом температурном диапазоне, в трех температурном диапазоне могут быть разные виды снега. Поэтому прикиньте, в каком температурном диапазоне чаще всего вы соревнуетесь и под эти условия выбирайте необходимую пару лыж. Для центрального региона я бы рекомендовал взять две пары. Обязательно лыжу с белым пластиком, потому что у нас все-таки весна достаточно теплая. И старты там начиная, наверное, с конца февраля по март месяц. Нет-нет, но мы будем бегать на этих лыжах. И взял бы, наверное, одну среднедипазонную пару лыж. Вот. Ну и потом мы, конечно, прикупили морозную пару. Чего скрывать. С температурным диапазоном примерно разобрались. Теперь давайте разберем базовое строение лыж. Верхняя часть лыжи называется мысок, нижняя часть называется пятка. Место под ботинком, под креплением называется колодка. Снизу лыжи у нас находится скользящая поверхность. Посередине находится желобок. Он может быть один, либо два, в зависимости от производителя. Краи скаляющей поверхности называются контами. Теперь давайте посмотрим, чем отличаются лыжи различных производителей. Первое, на что мы обращаем внимание, это ее условно-визуальная составляющая. И первое, что нам бросается в глаза, это, конечно, конструкция, то есть устройство лыжи. То, что мы можем увидеть. Если возьмем лыжу и посмотрим на нее сверху, то есть ее лицевую часть, эта часть называется у нас рубашка, либо коробка. И она может у разных производителей состоять из различных материалов. Это может быть карбон, либо привычные материалы, ламинат. Лыжи, у которых коробка выполнена из карбона, они будут чуть легче, и у них торсионная жесткость будет более жесткая, нежели у привычных материалов. Нижняя часть лыжи у нас состоит из скалящей поверхности, то есть из пластика. Под рубашкой, то есть под коробкой, у нас находится сердцевина. У различных производителей она будет разная. На гоночных лыжах используется материал в виде сот. Это такой, типа картона материала, похожий на соты, которые делают пчелы. Поэтому, собственно, так он и называется. По бокам устанавливаются деревянные боковины для дополнительной жесткости. Также могут быть другие материалы в виде пены. Их используют обычно на любительских лыжах. За исключением, наверное, будут лыжи Маджус. И комбинированные материалы, то есть пены и соты, это материалы используются в средних лыжах среднего класса и на юниорских лыжах. Также на юниорских лыжах гоночных может быть использована пена. Потому что здесь жесткость не так важна, поскольку спортсмен имеет более легкий вес. Но эти материалы дешевле, и их выгоднее использовать. На классических лыжах под колодкой бывает специальная вставка, которая добавляет лыжи дополнительную жесткость. Тем самым, когда вы колодку не задавливаете, колодка, получается, чуть выше поднимается от лыжни, мазь не цепляется, поэтому лыжа лучше скользит. И, соответственно, когда мы толкаемся, усилие отталкивания распределяется по лыжи более равномерно. И, соответственно, у вас получается более уверенное держание. Теперь давайте вернемся к видимой части. Визуально лыжи будут различаться геометрией, то есть по-простому форма. Если мы посмотрим на лыжу сверху вниз, то мы можем увидеть, что у нас лыжа будет не просто прямая, а иметь различную форму, то есть различную геометрию. И если вы посмотрите, допустим, на лыжи чуть ниже пятки, вы видите там такие циферки, типа 44, 43, 41. Как раз эти значения будут обозначать геометрию и форму лыжи. Бывают лыжи с расширенным мыском, с зауженной колодкой или там с широкой пяткой. То есть у всех производителей это вот такая разная фишка. И до сих пор над этим различные производители экспериментируют и пытаются найти какую-то оптимальную геометрию, которая будет работать наилучшим способом. Поэтому, когда вы будете приобретать свою первую пару лыж, либо будете менять лыжи, я рекомендую протестировать, найти у знакомых те пары лыж, которые вы хотите купить, покататься на них, либо, если у вас есть возможность, приехать на тестовые мероприятия, которые организуют различные производители лыж, и там как раз покататься и прочувствовать работу лыжи этой геометрии. Перейдем дальше. Давайте посмотрим, в чем могут отличаться лыжи одного и того же производителя друг от друга. Также мы можем увидеть визуально это скользящая поверхность. Скользящая поверхность может быть различной. Если мы посмотрим и увидим, допустим, скользящую поверхность белого, желтого, зеленого, салатового цвета, розового, это, скорее всего, будет лыжа с теплым пластиком, то есть лыжа, которая будет работать в тепло. Сам пластик имеет прозрачный цвет, то есть там не содержится графит. И это позволяет лыжи скользить, то есть работать лучше в теплых погодных условиях, когда уже в лыжне, то есть в снеге имеется вода. Если, допустим, рассмотреть различные производители, лыжи Atomic и Fisher будут работать, когда уже есть немного влаги в снеге, то есть когда уже идет, допустим, свежий, падающий, мокрый снег, то эти лыжи надо пробовать. Лыжи Arsenio Solomon любят погодные условия, когда в снеге больше влаги, то есть вариант со свежим, мокрым, падающим снегом здесь, скорее всего, будет исключен. Но это исключительно мои наблюдения, поэтому нужно обязательно тестировать, чтобы на соревнованиях с этим не попасть. Вот. Также бывают лыжи привычного цвета, то есть черный пластик. Это лыжи, которые в своей скаляющей поверхности, то есть в пластике, содержат графит. Содержание графита и различных добавок у всех производителей эти разнообразные. Различают два типа пластика, но это тоже все зависит от производителя. Бывают пластик для среднедиапазонных лыж и пластик для холодных погодных условий. Вот в пластике для холодных погодных условий обычно содержание вот этого графита и различных прибавок, добавок чуть больше, поскольку в холодные погодные условия лыжня более жесткая, снег более агрессивный. Соответственно, вот эти вот, так сказать, примочки позволяют лучше удерживать смазку. И не... то есть она будет дольше истираться. Но это исключительно теория, то есть то, что заявляют производители лыж. Обратите внимание, что на скользящей поверхности находится желобок. Их может быть один, либо два, все это в зависимости от производителя. Они позволяют лыжи удерживать курсионную устойчивость. А когда мы толкаемся диагальным ходом, позволяют лыжи не срываться в сторону. По моему мнению, два желобка являются более лучшим вариантом в этом плане, но не все производители это производят. Вот. Также по бокам скользящей поверхности у нас находится кант, который также отвечает за курсионную устойчивость и позволяет лыжи не сорваться во время отталкивания. То есть у нас кант всегда должен быть прямоугольной формы, то есть быть острый. То есть лыжи должны цепляться за снег. Если он будет круглый или какой-то испорченный, соответственно, на жесткой лыжне лыжи будут у нас либо сорваться, либо немного гулять. Как бы ни звучало странно, но в обиход вошла еще одна конструкция лыжи. Это ее дуга или пюра. Некоторые производители даже у себя в каталогах начали уже указывать, что есть конструкция, используют этот термин. Холодная конструкция, теплая конструкция, универсальная конструкция. Хотя если рассмотреть терминологию, то конструкция это устройство чего-либо. Айпюра это график измерения какой-либо величины. В нашем случае график, как лыжа распределяет усилие, то есть вес лыжника на опору, то есть на снег. И часто происходит путание данной терминологии и подмена понятий. Мне кажется, сюда максимально подходит профиль лыжи, поскольку этот термин обозначает как раз-таки вид сбоку и обозначает ту самую дугу. По профилю лыжи, как раз-таки по этой самой дуге, мы визуально сможем понять, на какие снежные условия работает данная лыжа. И пюра здесь значение будет неуместно, поскольку и пюра это компьютерное значение, то есть мы должны увидеть тот самый график. Но, к сожалению, не все производители лыж клеят вот этот график на лыжи, поэтому использовать термин и пюра, наверное, здесь будет неуместно. Для чего нам важно знать профиль или ту самую дугу, поскольку именно вот от этой дуги у нас зависит скольжение лыжи в различных погодных условиях. Сейчас мы это разберем чуть поподробнее. Лыжня может быть твердой, средней твердости и сильно рыхлой. Это все зависит от температурного диапазона и снежных условий. Зачастую в холодную погоду у нас трасса будет жесткая. Исключение, когда в минус 15 у нас выпадает 40 сантиметров снега, как произошло в прошлом году. Но это исключение. В средний диапазон у нас лыжня будет как твердой, так и слегка рыхлой. В теплые погодные условия лыжня у нас зачастую будет сильно рыхлой, то есть мягкая. И как раз на все три вида жесткости трассы нам нужна определенная дуга, которая будет лучшим образом работать в данных условиях. Давайте рассмотрим в первую очередь классическую лыжу. Поскольку здесь будет максимально понятно, для чего нам нужна дуга и профиль лыжи. Если мы возьмем холодные погодные условия, там мы будем мазаться в основном твердой мазью. Если мы возьмем средние погодные условия, там мы будем мазаться твердой и полутвердой мазью. На теплые погодные условия мы будем наносить жидкую мазь. И все три вида мази у нас будут иметь разную толщину. То есть слой мази, жидкой мази и твердой мази будет отличаться. И как раз таки, чтобы лыжа работала хорошо в теплую погоду и в холодную погоду, нам нужна разная высота колодки. То есть чем толще слой мази, тем соответственно нам нужна выше колодка. Если будет, условно возьмем, низкая колодка и жидкая мазь, которая будет толстой относительно холодной твердой мази, лыжа будет притирать об снег и хуже ехать. Вот, поэтому для жидкой мази нам нужна максимальная дуга, то есть теплый профиль лыжи. Для средних погодных условий, когда мы будем мазать и твердую, и полутвердую мазь, нам нужна колодка средней высоты. То есть это будет универсальный профиль лыжи. И для холодных условий нам нужна самая низкая дуга, то есть самый маленький зазор, то есть самая низкая колодка. То есть для этих погодных условий нужна холодная, холодный профиль лыжи. Вы, наверное, уже возмутились, что я забыл упомянуть про зоны контакта скользящей поверхности со снегом. Нет, я не забыл упомянуть. Сейчас мы как раз соберем этот момент. Мы разберем поподробнее про эпюры. Эпюра, как я уже сказал, это график распределения какой-либо нагрузки, то есть в нашем случае вес лыжника, как лыжа распределяет вес лыжника на опору, то есть на снег. И как раз при давлении получаются вот эти вот зоны контакта. Давайте я сейчас вам объясню все простым языком. Давайте рассмотрим условно дугу, у которой будет впереди мысок, то есть нашу лыжу. Есть высокая дуга, есть средняя дуга и низкая дуга. Мы будем давить на эту дугу определенным весом, то есть весом лыжника. Соответственно, высокая дуга будет иметь при давлении одни точки контакта с опорой, средняя дуга будет иметь другие точки контакта с опорой, низкая дуга – третьи точки контакта с опорой. Самая высокая дуга будет иметь самые короткие точки контакта. Самая низкая дуга будет иметь самые длинные точки контакта с опорой. Как раз-таки это важно при выборе лыж для различных погодных условий. В мороз у нас лыжня твердая, соответственно, нам нужны длинные точки контактов с поверхности с опорой. В тепло, лыжня рыхлая, чтобы лыжа ехала, нам нужна, во-первых, высокая дуга, чтобы колодка не терлась, и короткие точки контакта с опорой, то есть со снегом. Но при этом нам важна работа мыска, то есть мысок не должен быть жесткий, иначе лыжа просто-напросто в снегу будет утопать, и вам не хватит сил ее протолкнуть. Это большой минус лыж Росиньол, поскольку они в свежий снег, в кашу, в тепло начинают просто умирать, то есть они взрываются в снег, и их тяжело проталкивать. Но это исключительно мое личное ощущение, поскольку на этих лыжах бегал. Давайте вернемся к нашим эпюрам и разберем профиль лыж для определенных погодных условий. Для холодных погодных условий у нас будет минимальная дуга, длинные точки контакта с поверхностью, со снегом. Универсальный профиль будет иметь среднюю дугу и средние точки контакта. Лыжи с опорой. И лыжи для теплых погодных условий будут иметь максимально высокую дугу и короткие точки контакта. Лыжи для таких погодных условий должна иметь, как я уже сказал, должна иметь мягкий мысок, чтобы лыжа прям выходила на глиссирование и лыжа как бы выезжала из этой каши. Я вам рассказал про три основных профиля лыж, которые используют большинство производителей лыж. Но, как и с геометрией, здесь продолжают экспериментировать. Например, лыжи Fischer в том году выпустили новый вариант, когда используется средняя колодка и мягкий мысок. То есть, будет универсальный профиль и мягкий мысок. Эта лыжа очень хорошо работает на мягких трассах. То есть, за счет мягкого мыска лыжа лучше всего скользит. Я считаю, что это, наверное, идеальный вариант для российских трасс, поскольку у нас трассы зачастую готовятся не очень хорошо. И в большинстве случаев они будут мягкие и рыхлые. И как раз вот эта конструкция 61К, она будет идеально работать на этих трассах. Еще хотелось бы добавить для фанатов классики, что существуют две безмазевые технологии. Новая технология – это технология, которая пришла из скей-альпинизма, когда под колодкой клеится скин, так называемая система твин-скин, скин-тек. Это камус, который выполнен из специального материала, который обеспечивает идеальное держание во все погодные условия. От минус 30 до плюс 10, когда еще есть снег. То есть, эти лыжи вообще не надо мазать. Берете и идете на них, тренируетесь, либо выступаете в соревнованиях. Эта лыжа имеет гоночный профиль, то есть, на них уже можно соревноваться реально в определенные погодные условия. Небольшой лайфхак. Можно купить, либо самому сделать более короткий камус, то есть, вот эту ставку. За счет чего будет более лучшее скольжение, но держание у вас не станет хуже, поскольку зачастую производители перестраховываются и делают более длинные вставки. Второй вариант безмазовой технологии – это более привычная, более старая технология – это вариант ноу-вакса. Основное отличие от технологии скин заключается в том, что лыжа работает в определенный температурный диапазон. В основном это ноль, небольшой плюс. Когда нам сложно намазаться жидкой мазью, когда она залипает, тогда надо брать эти лыжи, тестировать их. Смотрите, под колодкой ее у вакса специальная вставка. Она похожа либо на зашкуренный пластик, либо на шкурку, либо на тот же скин. Бывают комбинированные варианты. На самом деле их очень много. Я когда соревновался, у меня было три лыжи с различным ноу-ваксом, с различной отставкой. Но если брать регионы, в центральной России я данную лыжу почти что не использовал. В основном эта лыжа используется в горной местности, когда часто снегопады, как раз таки в ноль градусов. Как раз когда сложно намазаться именно мазью, жидкой мазью. Поэтому если вы фанат классики, наверное, иметь одну пару стоит в своем арсенале. Если вы не такой большой фанат классики, то покупать данную лыжу, наверное, и не нужно. Да и вообще она в свободной продаже почти что не присутствует у производителей. В целом, мне кажется, я дал достаточно информации для приобретения своей идеальной пары лыж. Поэтому подумайте, проанализируйте в каких погодных условиях и снежных условиях. Вы будете тренироваться и соревноваться. И исходя из этого приобретайте свою гоночную пару лыж. Согласитесь бегать и тренироваться на хорошо работающих лыжах, правильно подобранных лыжах, приятнее, нежели на стоячих лыжах. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Также там вы можете написать какие-то новые темы, которые вам актуально было бы услышать из сферы лыжных гонок. Постараюсь обязательно снять эти выпуски. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски, не пропустить новый интересный материал. Ну а пока тренируемся, развиваемся и не забываем про спорт.